Главный технический вуз Верхневолжи отмечает 19 мая круглую дату. Ровно 100 лет назад был основан Московский торфяной институт. В 1958 году его перевели в Калинин, в котором, постоянно развиваясь, он превратился сначала в политехнический институт, а затем и в Тверской государственный технический университет. Торжественные мероприятия по случаю юбилея прошли в киноконцертном зале «Панорама» областного центра. Руководители технического университета и преподаватели, представители органов власти и выпускники прошлых лет. Все они заполнили в этот день самый большой киноконцертный зал региона, чтобы отметить 100-летний юбилей родного вуза. Среди гостей целые династии, как, например, семья Петропавловских-Новиченковых. Виктория Борисовна стоит за кафедрой уже более 30 лет, пойдя по стопам своей мамы. Начало династии положила моя мама, Кедрова Нина Григорьевна, которая проработала всю свою жизнь, начиная с 1960 года. И вот в 80 лет она ушла на пенсию. Первое образование я получала в классическом университете, а потом жизнь сложилась так, что я все-таки вернулась в технический университет, получила уже второе образование и продолжаю работать здесь после окончания вуза. По стопам бабушки, мамы и тети пошел и Кирилл Петропавловский. Это было по совокупности многих факторов. Благодаря своей матери я достаточно много времени даже в детстве здесь проводил, поэтому выбор был на каком-то этапе достаточно очевидным. История Тверского вуза началась в 1922 году с основания Московского торфяного института. Позднее его преобразовали в Калининский политехнический. В 1994-м вуз получил статус университета. Сейчас ТВГТУ входит в число 100 лучших университетов России в международном рейтинге РУР-2020. Лучший среди вузов Верхней Волжи по версии международного научного рейтинга СИМАГ-2021. У нас обучается более 6 тысяч студентов. Около 300 преподавателей в степени доктора и кандидата наук. В течение года мы заключаем более 80 договоров на проведение НИОКОР, различных научно-технических, производственно-технических экспертиз. В этом году политех набирает уже около 800 студентов. Больше, чем прошлым летом. Это неудивительно. Студентов привлекает высокий уровень и актуальность предлагаемых им знаний. Мы идем в ногу со временем, открываем востребованные специальности. В этом году впервые на бюджетной основе набирается новая специальность радиоэлектронной системы и комплексы на включение информационных технологий. Многие преподаватели получили в этот день заслуженные награды. Их вручал в том числе и губернатор, отметившись, что сейчас перед Тверским политехом стоят особо важные задачи. Сегодня в условиях беспрецедентных санкций против нашей страны ключевой задачей высшего образования является подготовка российской инженерной элиты для критически важных отраслей нашей экономики, таких как промышленность, информационные технологии, строительная, дорожная отрасль, энергетический комплекс и, конечно, точное машиностроение. Завершился праздничный вечер концертом. Причем на сцене пели и танцевали не приглашенные артисты, а студенты технического университета. Лишний раз подтвердив, политеховцы профессионали во всем, за что берутся.